доброе утро народ подведем итоги нашей иммиграционной эпопеи так мы сейчас поедем и побеседуем еще едем на работу так еще раз хочу не хочется едем на работу похоже у меня нет ваших контакт как это куда же не делится надо мне к сирии так давай попробуем едем на работу еду на работу совсем по-другому так задницу тупит нам все ребята едем так ребят ну вот что хотел сказать уж в последней нашей части но возможно последний возможно там кому-то и чуть-чуть надо будет интересно так может еще чем с ним расскажу если будет можно пишу вот изначально было ну то есть как я и говорил изначально я не ехал сюда но вернее за гарнизу чтобы там остаться это въехал заработать денег все ну наверно так едет большинство потому что очень много так и продолжают ездить легально нелегально на три месяца на это два месяца тут три месяца дома три месяца тут там или месяц думали как ну примерно это все возникло уже потом стал задумываться возвращаться не возвращаться куда возвращаться зачем возвращаться почему возвращаться что жизнь сильно отличается но я имею ввиду себя и свой уровень на котором я жил и как я работал и зарабатывал вот поэтому на гражданство или о гражданстве ли писать заявление на гражданство я мог еще 8 лет назад ну как то так чё-то но как бы по сути и и не надо ничего не меняется карточка пмж она потом по истече она выдается на 10 лет и вот за эти 10 лет ну в течение этих 10 лет вас вообще никто ничего внутри страны вы с высотой карточки ходите не нужен не паспорт ничего абсолютно вот при продлении то есть вы уже не продлеваете пмж вы просто меняете карточку срок годности и закончился как любого документа и вы его просто идете меняете несете свой паспорт и все вот это стоит это 100 евро и все вот в правах вы им никаких не ущемлены ну естественно вы граждане третьей страны все так вот у вас здесь по им же вы не гражданин не можете работать в полиции не можете там ходить на выбор и так далее ничем существенным это как бы ну на вас не влияет так же само можете купить квартиру так же само куда-то поехать выехать ну просто не не гражданин вот и смотрят вас все равно как на этого как его на человека третьей страны то есть ну вот в этом плане да там на границах где-то не внутри евросоюза нет тут 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 когда вы едете к себе домой когда у вас на супругу смотрят как на гражданина евросоюза а на вас смотрят как на раз на гражданина родины вот мне было там ну вот я вам говорил что мне говорили это продался за палку колбасы ты там империалисту да там родина как же там а в то же время на с этой своей родине а плачут что зарплаты нищие что невозможно что коррупция ну а когда я говорю ну вот например тому евгению да я говорю слушай дорогой ну вот мы с тобой ровесники я вот тут уже столько лет он мне упрекает но ты же тут ничего не построил ты пришел и живешь на готовое я говорю да я пришел живу нога в готовом но соблюдаю их не законы их не требования выполняю и живу я плачу все налоги вот мне то что от меня требуется выполняю все их не законы которые там должны быть и все соблюдая это все мне разрешают здесь жить и пользоваться этими благами которые они уже построили до меня вот теперь давай возьмем тебя брут и также там и продолжаешь жить но ты считая что все все украли все все тебе должны но сам за тот же промежуток времени что и я не заплатил в казну ни копейки налогов но утверждаешь что они воруют ну то есть получается твоих денег они не украли воруешь ты так как пользуешься всеми теми благами которые есть например свет горит в городе до какие-то какой-то там асфальт какая-то школа какой-то там но я не знаю чего не хочу это вдаваться в подробности то есть твои налоги которые были бы заплачены они куда-то и идут на какое-то благосостояние благоразвитие и так далее на содержание полиции милиции там школ и учителей и так далее и тому подобного города и так далее то есть ты этого ничего не платишь но обвиняющих что они украли вот так как-то но не вяжется одно с другим то есть государство существует на налоги своих граждан все тут тут через это не едет паровоз хотите вы не хотите не платите налоги ну вы такой же вы вор может быть еще хуже потому что обвиняют других воровстве сами этого не делая то есть ну вот с этим разобрались тут понятно я все это плачу я тут просто невозможно это не заплатить даже если бы хотел естественно это все тут присутствует как-то там государство прессует вас вы прессуете государство какой-то компромисс когда можно жить всем вот дальше теперь когда вот попробовал все вот эти вот ой прошу прощения это сегодня с утра чихаю уже блин раз двадцатый наверно короче я вот чем когда вот на моем же вот этом вот уровне простого работяги там среднего или этого там ли нижего звена когда от меня никто ничего не требует в плане того что вот вот еду я полицейских нет они иди я им не нужен понимаете вот это вот вот это вот свобода когда ты бесконтрольный то есть тебе дают право выбора да вот право выбора как бы в чем заключается эта свобода или демократ или как ее правильно назвать но естественно в каких-то определенных границах вот нам но например вот метро в метро нет турникета это как бы говорит о чем а это говорит о том что тебе верят если стоит турникет в метро например любом там стране в какой-то все это изначально сомневается в твоей добропорядочность да вот она как бы так не кажется но так и есть тебе изначально не верят то есть сначала заплати а потом иди то есть факт того чтобы тебе вот поверили зайди туда вот ну сам произвольно купишь билет и зайдешь тебя могут потом проверить это право у них есть но изначально доверие это зараза на подсознании работает то есть тебе изначально верят это круто ребята но в это моем понимании то есть вот так вот но не знаю вот это вот тоже не сразу это все понял не сразу до этого дошел но получается вот так вот и потом когда вы приходите в какую-то любую организацию от вас никто ничего не хочет а наоборот идут вам навстречу блин это подкупает потому что у вас есть что сравнить естественно они тут это берут как должное как так и должно быть там чем-то где-то кто-то недоволен как-то недоволен и все ну все мы люди вот службы работают полиция работает патрулирует чтобы полиция от вас хотела какие-то взятки и тому лета там уже упаси блин везде на вот это и вот в авире везде на дверях написано в случае коррупции или чего туда-сюда потому что ты тоже вот там движняк же визы получать все это везде написано на кабинетах но не на кабинетах в коридор когда заходишь допустим везде стоит и привык и на входной двери в случае где-то чего-то как-то звоните судам блин я зашел вот сейчас когда бегал по документами на гражданство был в этом в это финансы коржи перевести то это не налоговая финн там лицензии дают в общем на там их короче там где это как его это подаю все чину получается на вла в этом где отчеты все сдаешь получаешь там нормально этот как его доска вот это у них висит мы которая написана если где-то чего-то какие-то недоразумения какие-то это жалобы там или это подавать в кабинет такой-то ли или по телефону ли ас там лично вот туда-то 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 у вас все примут у вас это ну я не знаю если ну и я за свое время были не надо разумения там не понравилось то да сё там как-то это но чтобы ходить на кого-то жаловаться там или что-то писать что не работают нет следующий момент которые вот у них работает который шикарен у них организацией для граждан не все вот например да допустим там вот социалка там вот этот вот лицензии какие-нибудь там магистрат или исполком там или инспекторат например просто я не говорю что все но вот основная масса у них работает то есть в банк вы можете прийти когда угодно да но вот эти вот бюрократические организации у них работают понедельник среда для граждан а вторник четверг пятница они решают какие-то свои внутренние там я не знаю бумажные дела или чего не там решают и если вы придете в другой день вот кроме понедельника среды бесполезно вас не пустят увы только даже можете прийти если вы даст договоренные то есть вы уже когда приходите вестибюль все дальше даже двери закрытой и тогда за вами придут с рецепции вас позовут регистратуры ли с рецепцией вот ее вызовут и она за вами придет там этот бюрократ а так только понедельник среда и вот у меня такой случай был я пришел же что да вот когда вот первый раз я пришел вот а наш коридор это был понедельник и на всю жизнь запомнила она она мне говорит добрый день я могу вам чем-то помочь я охреневший такой ну да говорю мне надо тут захожу к ней в кабинет она вот мы там порешали все что нужно было она мне спрашивает вот это было апогеи она мне спрашивает а вам когда чтобы это было готово в понедельник или в следующую среду ну когда вам удобно я охренел я охренел то есть не я под нее постараюсь она под меня когда вам будет удобно я как помню мы дома какие-то бумаги делали и и там был вариант 10 дней там 14 или месяц ну месяц через месяц приходит она это я забыла блин ой подождите сейчас второй случай именно в этой же организации был именно уже там то есть вас ведет там же по алфавиту вы попадаете и какому-то определенному работнике вот он у вас как бы ведет я прихожу и чё-то мне нужно было то ли продлить то ли выписку какую-то взять а я по дороге бы к этому к этому учреждению ребят купил пиццу как четвертинку там какую-то ли сколько за 25 крон и пришел так короче новые пришел и вот тут она говорит оказался надо платить вот и мне не хватало 10 копеек вот но налички не было радойти в банкомат она достает своих 10 копеек этих и платят вот дарит ну надо она по на паку в кассу заплатить там внизу тогда почему-то не знаю почему ну но из каких соображений не помню почему карта не работала ли как не брали они карту не знаю ли терминал у них его ну просто факт остается фактом понимаете и она не хотела чтобы я ей потом принес там летаю ряда я же вам этого не 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 вот вот это вот под подкупает тут тут это вот или располагает настроение подымается и вот но так вот все понимаете вот тут тоже вот сейчас когда он сбегал с документами вот этими все тоже бюрократ сидит он делает свою работу я помню был по это по страховке по медицинской что-то мы с ним там слово за слова ахаха хихи посмеялись все это и ты выходишь блин но ну пипец на тебя никто не смотрит угрюма никто от тебя ничего не хочет ты ну кайф просто получаешь и вот это все подкупает и потом вот получаешь вот это вот ну не знаю ты хочешь жить в этой стране есть конечно минусы есть и не надо разумение все но те минусы которые решаются на твоей родине все это уже давно пройденный этап вот мне там как-то сказали да ты предатель родины ребята так я родину люблю я живешь не отказывай мне нравится где там я вырос где-то это никто не отнимет и никогда не заберет причем тут родина и государство строит от который там ведут и льет этот политику которую не но причем как тут к этому не знаю я вот как бы не понимаю возможно и мое мнение ошибочно и возможно я чё-то там как-то не догоняю ну я говорю я и морю евгений понимаешь я говорю это я сужу с двух сторон я пожил там пожил тут естественно я изменился естественно я не до фанатизма естественно но вот например батарею к я просто мусорку не выброшу я ее отнесу туда куда положено вот бумажку да вот как там если по пути я ее брошу куда вот нужно или там большой какой-то объем а такой какая-то мелочевка кину туда куда кину вот стекло тоже не выброшу чтобы где-то я выбросил бумажку на улице просто мимо мусорку ребята это все это 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 как как руку отрезать на я помню у меня вот пошел я читая голодный был у меня на на простать 20 минут до строительного магазина я взял с собой две сосиски каких-то там но и вот они были в полиэтиленовом вот этой обертке вы не поверите я вот шел через лес через лесопосадку я не смог выбросить вот я себя на этой мысли поймал я не смог его выбросить я донес ее до мусорки пацан мой блин вот там ему было до такой вот переходный этот возраст пуберта это 20 лет стоим и на центральной площади он там курит или жевачку он жевал мы стояли там чё-то кого-то ждали он он взял ее и пошел выбросил в урну он не бросил ее под ноги я не говорю что он ее завтра так же само все сделает но 9 там в 90 случаях и ста он так сделает просто люди меняются там где это как вот эффект разбитых стекол там где стекло разбито разобьют там где нет нет это как бумажку стоите вы на остановке там если уже набросано на этой остановке бумажек то вы бросите без зазрения совести вот но это такое тут как бы я никого не воспитываю разговариваю но рассказываю как это все происходило со мной ее и когда мне евгений говорит да ты такой же а я ему вот-то и вот я к чему я как бы сравнил то из двух из двух сторон вот пожил там и пожил тут он и да ты тут же сам такой был я же не говорю что я не был да я был пока мне не показали не не направили там ну меня этого никто не делал просто я жил же в этом обществе ретты вспомни говорю ты когда мусор там бы или там чего начал сортировать или как-то там ребят я его не сортирую до фанатизма как есть такие что там дома каждую бумажечку ну к этому я еще не пришел там как японцы в них 30 контейнер их в этих контейнера стоит и там каждую пипетку блин я к этому еще не пришел вот но уже я не тот который был вот но и вот я ему так примерно он арит я на красный свет стоять не буду ну вот аривайте мы отличаемся вот так что вот как бы обвинять меня ну в этом в предательстве родины ли это ну не знаю но если он так считает и и в то же время для своего ребенка он хочет самое лучшее но он не хочет чтобы он там работал и жил в таких условиях и за такие деньги но в то же время это его родина ну вот как то не знаю на эту тему мы друг друга не понимаем уже как бы уважаю мнение всех и но остаюсь при своем так что вот ребята вот такие вот мысли поэтому изначально вот когда ехал в планах вообще не было вот просто поехать заработать денег и никто думал что будет дальше не это ну вот жизнь так повернулась что возвращаться планов нет даже вот несколько раз было это такая мысли вот но мало ли всякое может случиться твой прут отсюда ну мало ли хотя я не знаю что нужно на на куролесе чтоб тебя выперли там по моему надо раньше было пять пять раз нужно было все стюрьму и на 5 после пятого раза тебя это выгоняли сейчас они ужесточили до трех раз но если три раза по десять лет садистых смысл возвращаться уже вот тут если человек не понял с первого раза так смыслу ему давать этот шанс три раза ну и это и всегда так вот ловил себя на мысли но вдруг не дай бог чего дают мне выпрут я просто не представлял как я вернусь и буду жить вот или кнут ну не знаю просто вот представлял это если это то ответа я не находил я думаю что уже не смог бы какой-то уровень какой-то это и там этот не знаю в общем такой этот ответ без вопрос без ответа и еще такой момент вот оглядываясь назад это я вам тут так рассказал сейчас там три раза по тридцать минут как все это да ну вот оглядываясь назад через что я прошел или как это ну не не я один такой тут все кто без денег ехали и заработать и в долгах то все через это прошли вот оглядываясь назад вот думал вот если бы я знал то есть у меня все устаканилось вот приехал сам забрал супругу забрал ребенка вот эти вот все полиции вот эти все это доказывание документы продление виз и это все вот этот ну вот эта нервотрепка или этот этот хаос он длился четыре года пока я встал на ноги более-менее когда уже что-то стало получаться но ведь и я не знал получится оно или нет да я просто жил шел куда-то там ковырялся работал как таковой цели не было вот надо было жить так вот если бы мне кто-то изначально да вот сказал что вот этих вот четыре года будет то есть вся моя реальная жизнь но не показали вот что будет когда эти четыре года кончится вот не показали как бы до чего я дошел и я бы сильно подумал ехать или нет это это нехилое испытание тут понимаете как ты в чужой приезжай в чужую страну страну ты никто зовут тебя не как ты никому не нужен и кто тебя не по никто тебе не поможет не абсолютно вот эти все там вот эти вот земляки там это 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 все фикция иллюзия этого здесь этого ничего нету ты сам за себя если там какое-то время как-то где-то чем-то с кем-то познакомишься тоже там потом со временем да когда вот найдешь скажем так единомышленников понимающих друг друга там это туда там и деньги и ну и все руку помощи протянута изначально а тем более на уровне от этих работях нет такого мне мне он больше помогали иностранцы чем наши за редким исключением но то василий михайлович это был тут один не очень сильно помог по жизни тут так семь лет мы вместе работали петр один вот он да вот он сильно оказал большое влияние на меня на мое воспитание на мой рост профессиональный и рабочий рост рост отношений в бизнесе с людьми ну и так далее вот тут шикарная школа ему безмерно благодарен своего рода наставник по жизни паркну во всех отношениях отношениями поддерживаю не дружеские товарищеские такие раз в три месяца можем позвонить я можем раз в полгода но звоним чаще по каким-то всяким своим вопросам вот ну вот ребят так вот вкратце вот естественно я скакал с одного на другое из все вот это вот рассказать ну невозможно просто уже что-то стерлось что-то забыл где-то чего-то перепутал там слева направо ли справа налево ну а дальше после того как вот этот вот все она уже устар начала устаканиваться куда-то вырос чего-то это ну все она налаживается то есть ты доказал что ты умеешь ты доказал что ты можешь там на работе в кругу знакомых друзей там иностранцев так далее сделал себе имя а потом имя работает на вас ну изначально изначально было тяжело если думает кто-то что так приехал вот как я говорил встал на вокзале вышел на вокзал на него падают деньги он не знаю что с ними делать нет такого нету изначально это рабство это в полном смысле слова вот именно рабство я вышел 21 июня на работу а первый выходной у меня был 8 августа 42 дня я отработал без выходных вот но это как вот знаете как вот как старатели едут блин по полу года там работают без выходных по 12 часов вот но там-то как бы понимаешь изначально к этому графику готов был все а тут сам себя заставил вот а потом запретили и вот я 10 месяцев я работал под 13 часов 6 дней в неделю выходной был только воскресенье но он как бы я ехал заработать денег он мне не нужен был но вот в таком режиме это просто тяжело но люди согласны потому что потому что дома задница вот немного не все это не все выдерживают много возвращаются приезжали с и там знакомы из моего города все это и тоже но там амбиции были какие-то другие я там токарь я там это я не буду заметать но и выезжали вот тут все зависит от того чего ты хочешь наверное как хочешь но я рюм не у меня выбора не было вся брал в долгах блин всему миру должен супруга ребенок мне было похрен что делать и вот один вот этот кстати вот этот вот человек который мне очень сильно помог он не сказала ряд костя если на дороге будет лежать дерьмо за за мне будут за него платить я его подниму вот это мне такая философия мне похрен что делать если я чего-то не умею чего-то не знаю я ребята интернет беру коллегу так сказать второго человека мозговой штурм вот и вдвоем мы эту задачу решаем я единственное что вот не прижало меня это делать штукатурку там или кирпичи ложить не было необходимости но и как-то она мне не сильно тянет но если бы жизнь заставила то наверно научился бы да и кстати я вам там рассказывал гипсокартон гипсокартон у меня тоже не пошел но вот как-то вот такие вот эти вот не знаю вот эти вот все что связано со штукатурой таком гипсокартоном вот эти вот там где нужно растирать это все красить вот что-то у меня не идет такой какую-то мелочевку дырку там заделаю а вот что-то вот в большом плане не пошло в больших масштабах я такой вот я люблю решать нестандартные задачи аварии какие-то что-то придумать переделать восстановить и реставрационные работы вот в таком плане там где нужно но не потом нестандартное мышление что ли ли не не просто как на конвейере стоишь мозги выключил блины работаешь так что вот такая вот моя эпопея сейчас все хорошо все наладилось работа у меня у супруги у сына ну в общем заработки но все хорошо как бы жаловаться не на что что хотел то и получил так что ребятки ну вот на этом наверно нашу эпопею закончим но вернее я как бы рассказал все что знал если где-то чего-то у кого-то есть какие-то вопросы ну или напишем или или снимем или расскажу спрашивайте проблем нет что буду знать помогу и расскажу так что всем спасибо за ваше время за ваше внимание всего доброго и до скорых встреч кое-что ваше время за ваше время за ваше время за ваше время на выходе но и потому и ваше время и и и и и